Долба. Долба. Долбоящер дня. 10 часов 27 минут. Доброе утро, наши дорогие рептилоиды появляются на арене. Да, это глумовое утро, не на Долбоящеры дня, вот, с большой буквы Д. Все, наверное, заметили, что в Ереване практически на каждом углу сейчас продают цветы, такие маленькие, желтенькие. Ну да, как-то они даже назвались. Так вот, Дима, ты знаешь, что это редчайший вид? В свое время в первом издании Красной книги Армении этот цветок был включен под нулевым статусом, то есть как исчезнувший вид. Он также включен в приложение Two Sides, это конвенция международной торговли видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения. Включен в приложение Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания. Этот вид, дорогие друзья, встречается исключительно в Зангизурском флористическом районе, неподалеку от села Неркин-Вачаган, во всем мире на 10 квадратных километрах растет этот цветок. Но я не думаю, что он растет только в Зангизуре. Сейчас-то его, наверное, расселили везде. Нет, он растет только там, и его оттуда везут сюда. Продают за 600 драм. Вот, находится, ну, я уже сказал, где. Так вот, дорогие друзья... А 200 я уже видел. Да? Да? Ну, смотри, если сейчас кто-нибудь увидит, что этот цветок продают, то человек, который продает такой цветочек, могут оштрафовать на 25 тысяч драм. Растение это называется Стернбергия фишер. Вот, и находится на грани исчезновения. Вот, если ущерб, нанесенный экологией, будет оценен свыше 200 тысяч драм, вот, то вполне возможна и уголовная ответственность. То есть, если найдут человека, у которого в багажнике, я не знаю, там, полно таких цветов, еще раз хочу сказать, что растет этот цветок во всем мире, только неподалеку от села Неркин-Вачаган в Зангизурском районе. Это всего 10 квадратных, дорогие друзья, километров. Интересно, интересно. Вот, слушай, а эти люди, которые продают, знают об этом? Проблема в том, что этот цветок ничего общего с обычными подснежниками не имеет. Не подснежники, совсем другие, пахнут по-другому. Ну вот, я не знаю, знают или не знают, но вот, по крайней мере, мы должны об этом громко говорить. И знаете, дорогие друзья, нельзя покупать эти цветы, нельзя продавать эти цветы, потому что они могут исчезнуть. Если вы хотите ими, в общем, полюбоваться, то можете это сделать сейчас. С февраля по март, значит, цветут эти цветы, плодоносятся они с мая, отправляйтесь в Зангизурскую область, вот, найдите село Неркин-Вачаган и наслаждайтесь, как японцы наслаждаются. Они никогда не срывают цветы, они едут туда... Они не продают потом пучок за 15 йен. Да, и они едут туда, где цветок цветет и наслаждаются цветущим видом цветка. Когда же мы научимся так себя вести? А пока не научимся, будете героями рубрики «Долбаящие». Нет, это даже не «Долбаящие», это надо вот из рубрики, а я и не знал, потому что я уверен, что 99% продавцов не знают об этом. Ну, теперь вы знаете, дорогие друзья, напомню, что в первом издании «Красной книги Армении» растению этому был присвоен статус ноль, то есть это был исчезнувший вид. Но вот он опять появился, природа сама себя переродила, а вот мы вот таким образом к ней относимся. Это не есть хорошо. Очаровательная Пинк у нас в эфире. Доброе утро. Доброе. Не дарите девушкам такие цветы, дарите им другие цветы. А, подожди, Пинк у нас до этого в исполнении на аэропорту. Росмит был, а сейчас сама Пинк. Это было название песни, а теперь сама Пинк. А теперь название группы Аэросмит поет. Вот так вот. Доброе утро. Закономерно.